Привет всем подписчикам сообщества Мой Компьютер, у микрофона Хомиш, и сегодня вы узнаете 10 лучших игровых ноутбуков 2018 года. В первую очередь мы рассмотрим несколько моделей до 60 тысяч рублей. Так уж сложилось, что это по сути самая сложная номинация, ведь на рынке очень тяжело найти нормальный игровой ноутбук стоимостью менее 60 тысяч. Зачастую данные устройства это набор компромиссов, поэтому важнее всего вложиться в покупку хорошей видеокарты и достойного процессора. А такие элементы как накопители и оперативка всегда можно дополнить. К примеру, ноутбук Dell G3 3579 стоит в среднем 55 тысяч рублей и обладает достойным процессором Core i5 8300H вместе с видеокартой GTX 1050 на 4 гигабайта. Что по сути-то нам дает самую свежую платформу Coffee Lake и видеокарту, которой более чем хватит для игры на высоких настройках при Full HD разрешении. Также у вас будет SSD на 128 гигабайт и приятная IPS матрица, что конечно же намного лучше дешевых TN экранов, которые зачастую и применяются в бюджетных игровых моделях. Ну и в качестве оперативки мы получим 8 гигабайт DDR4 на частоте 2666 МГц. Отличное решение и при желании его можно найти дешевле. MSI GP62M7REX2092XRU в специальном издании World of Tanks также оснащен 1050, но в данном случае TI-версией. Но что же касательно процессора, мы получаем i5-7300HQ, то есть еще седьмое поколение, что конечно же немного печально, но с другой стороны, этот ноутбук также стоит всего 55 тысяч рублей, при том, что он имеет узнаваемый внешний вид и крайне продуманную систему охлаждения. Помимо прочего имеется M.2 слот формата 2280 и без каких-либо проблем вы сможете добавить еще 8 гигабайт оперативки, что в итоге даст 16. И по сути это будет отличное игровое решение. Единственным минусом данного игрового ноутбука является откровенно плохая TN матрица, что в принципе и неудивительно, нужно же было на чем-то сэкономить, дабы уместиться в сумму 55 тысяч рублей. Далее пойдут ноутбуки от 60 до 80 тысяч рублей. И первый, о ком хотелось бы рассказать, это Dell G5-5587. Отличное игровое решение стоимостью в 63 тысячи рублей, то есть всего 8 тысяч разницы с предыдущим Dell'ом, благодаря чему мы получаем уже полноценную 1050 Ti, точно такой же i5-8300H, отличную IPS матрицу и 128 гиговый SSD с обычным терабайтным жестким. То есть по сути если вы всего 8 тысяч добавите, то сможете взять уже Dell не G3, а G5, которого уж точно хватит с запасом. За 71 тысячу рублей мы можем приобрести Dell Inspiron 7577-9584, который имеет точно такой же корпус и матрицу, как и предыдущая модель, но в то же время в качестве видеокарты установлено 1060 Max-Q на 6 гигабайт и полноценный 256 гиговый M.2 SSD. Во всем же остальном это точно такой же ноутбук, как и предыдущий, с отличным и продуманным охлаждением, которое даже под серьезной нагрузкой не даст сильно нагреться данному ноутбуку. А вот уже за 78 тысяч рублей можно приобрести Acer Predator Helios 300 в варианте PH317-5252-FU с уже полноценной GTX 1060 на 6 гигов, которая в целом процентов на 10 быстрее предыдущей Max-Q, но и в то же время во всем остальном это, грубо говоря, точно такой же ноутбук. Тот же процессор, те же 8 гигабайт оперативной памяти и жесткий диск на 1 терабайт. Короче говоря, в данном случае вы получите узнаваемый дизайн, чуть более продуманную систему охлаждения и отличную звуковую карту Dolby Audio Premium, что в принципе и станет главным отличием данного ноутбука от предыдущего. И вот теперь мы подобрались к игровым решениям от 80 до 100 тысяч рублей. И здесь в первую очередь хотелось бы отметить MSI GS43VR Phantom Pro, где будет уникальная система охлаждения, состоящая из двух вентиляторов и пяти теплотрубок, также полноценная 1060 на 6 гигов и, к сожалению, i5-7300H, то есть еще седьмое поколение. В принципе, данная система справится со всеми игрушками при Full HD разрешении. Но за что же мы столько переплачиваем? Самым главным плюсом этого игрового решения является вес всего-то в 1,8 килограмма, а также всего лишь 14-дюймовая IPS-матрица, то есть это действительно компактное игровое решение стоимостью в целых 87 тысяч рублей, что равняется 1300 долларов по сегодняшнему курсу, и по сути-то это не так много. Добавив буквально 1000 рублей, можно приобрести старшую модель Acer Predator Helios 300 с тем же самым i5-8300H и полноценной 1060 на 6 гигов. Но на этой модели уже будет установлен SSD на 128 гигов, и оперативки будет в два раза больше, то есть 16 гигабайт. В принципе, неплохо, как за 88 тысяч рублей. А вот теперь хотелось бы рассказать о моделях от 100 до 150 тысяч рублей, где в первую очередь стоит отметить MSI GE73 Raider RGB Edition, внутри которого будет полноценный i7-8750H плюс 1070 на 8 гигабайт. Уже этого более чем достаточно с запасом лет так на 5. Но за стоимость в 130 тысяч рублей MSI предлагает еще и шикарную систему охлаждения, отличную подсветку, 17,3-дюймовую матрицу с частотой обновления в 120 Гц, то есть вы действительно сможете прочувствовать 120 FPS при такой частоте обновления. И что самое интересное, даже масса данного ноутбука совсем не так велика. Всего-то 3 килограмма. При таких-то характеристиках это можно сказать ничто. Его единственный минус это TN матрица. А вот уже за 140 тысяч рублей Asus может предложить крайне интересный ноутбук ROG SCAR 2 Edition, у которого матрица пусть и всего на 15 дюймов, но она уже IPS, с частотой развертки 144 Гц и откликом в 3 миллисекунды. Что на самом деле очень круто. И в сочетании с такими тонкими рамками, когда кажется, что их в принципе практически нет, а также крутой подсветкой и отличной системой охлаждения, это более чем достойный ноутбук. И благодаря уменьшению матрицы мы получаем еще меньший вес. 2 килограмма 400 грамм. При том, что здесь точно такой же i7 8750H и 1070 на 8 гигов. И наконец напоследок, если вдруг вы планировали потратить более 150 тысяч рублей, можно обратить внимание, например, на Asus ROG GL702VI BA007T. Этот ноутбук уже с 17,3 дюймовой, достаточно обычной матрицей, зато с полноценным i7 7700K, то есть с возможностью разгона, и с видеокартой GTX 1080. Это все умудрились уместить в 158 тысяч рублей. Шикарное игровое решение, но, как по мне, это уже лишнее при Full HD разрешении. Тогда нужно было ставить хотя бы 1440 матрицу. Ведь какой смысл от 1080 при Full HD? Но, в том случае, если вы все-таки хотите ноутбук с 1080, то лучше обратите внимание на MSI GT63-8RG001RU TITAN. Ноутбук пусть и с 15 дюймовой матрицей, но со 120 герцами и современным i7 8750H. Короче говоря, чуть более интересное решение, нежели предыдущий Asus, с стоимостью в 170 тысяч рублей. Получается 12 тысяч разницы, что совсем немного, когда речь о таких суммах. И самое главное, чего вам не стоит забывать, так это то, что в долларах все это стоит совсем немного. И лишь для нас данные суммы кажутся такими запредельными. И поэтому, если вдруг вы задумывались о покупке игрового ноутбука, и не зарабатываете миллионы, то лучше обратите внимание на БУ-рынок. Там можно найти также интересные решения буквально двух-трехлетней давности, с 980-ками и, например, 6700К всего-то за 50-60 тысяч рублей. Или же вообще лучше не задумываться о ноутбуке, и, например, подобрать себе ПК в конфигураторе от моего компьютера. Спасибо всем за внимание, с вами был Хомиш. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачи и до новых встреч!